Встреча с Айдаром Шалбаевым, новым консулом Казахстана в Бресте, прошла в официальном формате, но в дружеской атмосфере. И прежде всего, председатель горсполкома Александр Рогачук представил свою команду людей, с которыми будет держать связь дипломат по тем или иным вопросам. Акцентировалось на встрече, что нахождение дипломатического представительства в регионе – это всегда комплементарно для статуса города. О нахождении консульства Казахстана в Бресте – это не только статус, это обосновано экономическим. Ведь именно благодаря контактам, которые проходят через линии дипломатических, мы растем сейчас именно в нашей торговле. Мы уже наторговали на 30 миллионов долларов в этом году, что показывает хорошую динамику именно по сравнению с прошлым годом. Это очень хорошо, не со всеми странами у нас так получается. Поэтому я надеюсь от нового консула дальнейших инициатив по именно экономической нашей взаимосвязи, хороших, серьезных культурных проектов. И думаю, что и дальше эта динамика отношений будет развиваться. Экономические, культурные и просветительские связи Бреста и Казахстана в последние годы получили новый виток развития. Большую роль в этом процессе сыграл Эльдар Кунаев, возглавлявший дипмиссию в Бресте с 2018 по август нынешнего года. Вырос внешний торговый оборот с преобладающей долей экспорта. Айдар Шалбаев планирует не сбавлять оборотов. Как сегодня на встрече подчеркнул господин мэр, мы все-таки идем впереди, скажем так, всех регионов Белоруссии по товарообороту. Я приложу все усилия, которые возможны и, может быть, невозможны для того, чтобы, скажем так, поддержать это все и не спуститься вниз. Ну, плавно, конечно, это, скажем так, наращивание и увеличение, потому что проектов очень много. У нас много совместных предприятий с Белоруссией, причем многие из них, локации их находятся в Казахстане. Сегодня вот тоже на встрече поставили нам ряд задач мэр, мы это все зафиксировали и будем планомерно все это реализовывать. Одним из перспективных направлений сотрудничества Айдар Шалбаев считает IT-сферу найти точки соприкосновения с брестскими айтишниками, то направление, которым он планирует прежде всего заняться. В 21 век мы все-таки склонны обращать внимание именно на развитие IT-технологий, потому что это очень прогрессивные и хорошие проекты. В Казахстане созданы условия для развития этой сферы. У нас создан Астана Стартап Хаб, который предоставляет условия для людей, которые заняты в этой сфере. И мы планируем все-таки, что кто-то из местных ребят переедет к нам в нашу столицу и будет дальше развивать свои проекты. Брест как город айтишный себя уже зарекомендовал, поэтому кто здесь будет донором, а кто рецепиентом, это вопрос спорный. Мне кажется, что мы априори доноры. Если это выгодно нашим айтишникам, мы готовы предоставить площадку для любых коммуникаций в этом направлении, если они в этом нуждаются. Да, хорошее, нормальное направление, поэтому будем только поддерживать. На встрече озвучили вопрос заключения побратимских связей Бреста с одним из городов Казахстана. На данный момент это вопрос времени.